Так, ну что, завершился чемпионат, все, как я, собственно, предсказывал, что Загитова провалится, она на тренировках хреново выглядела и в соревнованиях, Женя вообще хреново катала, я не понимаю, за что ей такие компоненты дали сумасшедшие. В остальном, первое, пока что хочется сказать, пока не забыли, самый первый фигурист, который выступал, первая фигуристка, Анастасия Тараканова, она была лучшая, была лучшая после, ну вот сейчас вот перестал почета, да, вот эти три, сейчас мы о них поговорим о юниорах, но Анастасия Тараканова, первая, которая катала, она после них была самой лучшей вообще в произвольной программе. Самый первый прокат и какой? И насколько ее нечестно судьи засудили, это просто беспредел, она недостойна таких низких компонентов, ее компоненты должны быть гораздо выше той же Самодуровой и Константиновой и же с ними. Но, к сожалению, ее засудили, потому что она первый фигурист, но, к сожалению, правила у нас такие избранные, так сказать, и для избранных, да, то есть, например, Евгения Медведева получила слишком высокие компоненты, будучи в первой группе участниц, а Анастасия Тараканова, к сожалению, нет. Ну, что касается юниоров, конечно, это наконец-таки случилось, все-таки российский чемпионат сильнее японского, все, нас пронесло, слава богу, за Загитова не выиграла, но, понятное дело, она и не могла, это было видно на тренировках, это было видно по всему. Очень рад за юниорок, весь пьедестал юниорский, да, у нас на чемпионат Европы поедут три, те, кто вообще не получил медали на чемпионате России, вот это здорово, конечно, это подтверждает, ну, какая силу, ну, и, собственно, чемпионат мира то же самое будет. Еще Туктамыша в запасе, по-любому ее на кого-нибудь допроменяют, хотя не хотелось бы, хотя, неважно, думаю, Самодурова, она так же хреново катает, как Туктамыша, но Самодурова она постабильнее, конечно, немного. Вот, что сказать, очень доволен выступлением Ани Щербаковой, которая победила, просто потрясающий четверной луц, восхитительная комбинация, все здорово, наконец-то программа более-менее смотрелась, просто замечательно. Алена, к сожалению, до сих пор у нее проблема с, я не знаю, с выносливостью, это ли что, она вот эта комбинация тройной сальхов, тройной тлуб, у нее в который раз, ну, это у нее было даже в прошлом сезоне, да, в который раз она ее, ну, не то, что запарывает, то есть, она выехала, да, но было тяжеловато, но, по крайней мере, последний прыжок сделала хорошо. Заслуженные компоненты на 5 баллов выше Щербаковой, ну, это, собственно, то, о чем я вам говорил в сравнении Щербаковой и Косторной. Тут правильно, что все-таки катание выше ценится в первую очередь, сначала как катается, а потом уже все остальное, поэтому, конечно, на 5 баллов можно же и побольше. Вот, ну, и Саша Трусова, конечно, очень обидно, что она упала с четверного тулупа, если бы она не упала с него, она бы, конечно же, выиграла соревнование, но так получилось. Второй раз подряд финишировать второй, да, она на гран-при, второй после Алены, теперь вторая после Анны, надеюсь, это никак на нее не повлияет, надеюсь, она дальше будет так же идти и идти, и в следующем сезоне вообще мы ее увидим совсем новую, ну, и плюс скоро будет чемпионат России среди юниоров, да, в следующем году, в начале февраля, и, собственно, мы там увидим, может быть, она там возьмет реванш. Мы посмотрим, да, как там все служится, там у нас битва еще более завороченнее будет, там будет Камила Валиева с уникальными вращениями, с очень хорошим лутцем, но, к сожалению, нестабильным, у нее комбинация, она через раз падает. То есть, страна ул, страна тулуп, у нее 50 на 50, то она упадет, то есть, она достаточно нестабильная спортсменка, вот, ну, будем надеяться, что на чемпионате среди юниоров она покажет свои лучшие качества, ну, плюс много еще других, мы об этом поговорим уже, наверное, в следующем году, ну, или, может быть, попозже просто, вот. Но пока что хотелось бы, конечно, сказать, что это действительно лучший чемпионат, наверное, да не, наверное, это действительно лучший чемпионат в истории России, потому что все-таки Лепницкая, Сотникова, это того, ну, совсем не то. Это вообще абсолютно даже по уровню не подходит Родионова-Туктамышева тоже, Туктамышева-Сотникова не подходит, что же говорить там про Макаровых или Макарова-Леонова, да, или там вообще уже Бутырская с Аслудской, ну, это вообще, это несравнимо просто. То есть, действительно, чемпионат наш просто уникальный, вот это просто гениально, а что будет в следующем году, так и представить страшно. В следующем году юниорский чемпионат будет супер, а что же говорить про взрослый. Так что, конечно, здорово, я вас всех поздравляю с окончанием такого замечательного чемпионата. Многие спортсменки, конечно, не порадовали, да, вот, но главное, что порадовали основные. И вот единственное досадное из-за падения на четверном тулупе все-таки немножко смазано впечатление, да, хотелось бы, то есть, чистые прокаты Ани Щербакова, Алена Косторная более-менее, да, тулуп на Сальховой чуть-чуть неаккуратный получился. И вот хотелось бы четверной тулуп от Саши чистой, тогда было бы вообще сказка. Ну, наверное, слишком уже желать такого уже, и так действительно это было просто замечательное зрелище. Лучший чемпионат в истории России, лучший чемпионат вообще в истории фигурного катания. Никакие Японии и прочее теперь не сравняются абсолютно точно. Теперь бояться ничего не надо, все, мы действительно, мы самая лучшая страна в мире по фигурному катанию. Среди пар и среди девушек. Это точно 100%, и никогда не сомневайтесь, не давайте никаким мразям и тварям усомниться в этом. Так что еще раз поздравляю с наступающим, да, будем следить, посмотрим, что еще, может, что интересное будет. Так что там увидим.